Доброе утро! На календаре 22 января. Среда. В народе Филиппов день. Наши предки считали его днем хозяйственных забот. За праздники обычно накапливалось множество дел и люди старались привести все в порядок. Было принято затевать уборку, стирку, а также ходить в баню. Называлось это смывать святки. Я уверена и в наши дни такая традиция будет не лишней, но прежде чем начать наводить порядок, предлагаю вам посмотреть наш сегодняшний выпуск. Мы будем выбирать авокадо. Плод называют аллигаторовой грушей. Произрастает он в тропиках и субтропиках. Побываем в доме Пашкова. Как бывало не идешь мимо дома, так и прильнешь к железной решетке. Глазеешь и любуешься. Узнаем, что бредового произошло в мире. В округе Хейвуд Северной Каролины появился на свет очень необычный щенок. Его шерстка окрашена в ярко-желтый, можно сказать, лимонный цвет. Посмотрим еще один сюжет, посвященный юбилею оркестра русских народных инструментов. Что сложно. Сложно вечером прийти из дома сюда. Научимся мастерить разные полезные предметы. Осталась одна тарелка из набора. Добавим к ней несколько ножей. Удивимся способностям некоторых представителей рода человеческого. И, конечно, вкусно позавтракаем. Присоединяйтесь, будем завтракать вместе. Сегодня мы с вами будем готовить торт из кабачков. Нам потребуется очищенный и натертый на средней терке кабачок, 2 яйца, 200 граммов сыра, 150 граммов майонеза, 5 столовых ложек муки, 3 зубчика чеснока. Готовим. В натертый кабачок добавляем муку, соль и яйца. Все перемешиваем. Отдельно трем на мелкой терке сыр, добавляем к нему измельченный чеснок и перемешиваем с майонезом. Из кабачковой массы выпекаем оладьи. Выкладываем их одним слоем на блюдо и промазываем сырным кремом. Так делаем несколько слоев. Приятного аппетита! Кто такой Фуди? Ответ на вопрос словаря мы узнаем в конце выпуска. Не пропустите. А прямо сейчас время рубрики для настроения. Странная зимняя фотография уже в эфире. Вот это чудо-юдо поселилось на ветках. Главное, чтобы оно не решило в один миг сигануть вниз. А выглядит это дитя природы и в самом деле таинственно. Когда красок не хватает в природе, хочется добавить их в жизнь с помощью фруктов и овощей. Благо в наше время с этим проблем нет. Чего только не встретишь на прилавках магазинов. На любой вкус и цвет. Герой нашего следующего сюжета давно полюбился покупателем. Кто он? Сейчас узнаем. Впереди съедобное и несъедобное. Этот плод называют аллигаторовой грушей. Произрастает он в тропиках и субтропиках. По ботаническим показателям является односеменной ягодой. Герой нашего выпуска сегодня авокадо. Давайте разбираться, насколько это съедобный или несъедобный продукт. В нашей стране это вечно зеленое растение не произрастает из-за неподходящего климата. Но успешно прижилось и на кухне, и в российской косметологии. Авокадо имеет грушевидную удлиненную форму и достигает в среднем 300 граммов. Однако особую ценность представляют образцы весом от 100 до 200 граммов. Снаружи плод темно-зеленый, мякоть имеет нежно-зеленую, переходящую в желтый оттенок окраску. Авокадо относится к высокожирным и калорийным продуктам. В нем сосредоточено около 20% жирных кислот, а в 100 граммовой порции содержится примерно 200 килокалорий, что довольно много для фрукта. Однако плод не содержит ни полезного сахара. Несмотря на высокую калорийность, его употребление не сказывается в отрицательном смысле на фигуре. Напротив, включая авокадо в рацион, вы получаете ожидаемое насыщение без риска набрать лишние килограммы. А происходит это благодаря внушительному количеству растительных жиров до 15 граммов. Также продукты богаты минеральными соединениями. Среди них марганец, фосфор, селен, калий, фтор, медь, натрий, железо, кальций и магний. Содержат авокадо, фолиевую кислоту, витамины К, А, С, рибофлавин, токоферол. Ценят аллигаторову грушу за высокое содержание алииновой кислоты или омега-9, а также витаминов группы В. Они поддерживают здоровье сосудов в норме, а также препятствуют развитию атеросклероза. Плод хорош не только для употребления вовнутрь. Зеленая маслянистая мякоть полезна в качестве мощнейшего косметического средства. Из авокадо готовят маски, которые питают и насыщают кожу и волосы полезными микроэлементами и помогают сохранить их молодость и эластичность. Применяют мякоть авокадо даже при заболеваниях кожи. Однако стоит помнить, что не весь плод одинаково полезен. Косточка и листья растения содержат токсины, способные навредить здоровью человека. У некоторых людей и мякоть может спровоцировать развитие аллергических реакций, ухудшение работы пищеварительного тракта. Противопоказанием к употреблению авокадо считается также наличие индивидуальной непереносимости продукта. Чтобы выбрать спелый, готовый к употреблению авокадо, сначала оценить его внешне. Плод должен иметь насыщенный темно-зеленый или даже темно-пурпурный цвет, а при надавливании пальцем слегка проминаться. Если же вы купили недозрелый твердый плод, просто пусть полежит несколько дней при комнатной температуре. Спелый, напротив, лучше хранить в прохладе при температуре от 3 до 6 градусов. Чтобы мякоть, разрезанного на половинке плода, при хранении не потемнела, смажьте ее оливковым маслом или соком лимона. Употреблять в пищу авокадо, конечно же, лучше в свежем виде. Мякоть плода практически не требует дополнений. Можно добавить сок лайма и получится соус гуакамоли. Можно сделать салат, миксуя авокадо с любыми свежими овощами. Или приготовить смузи, который благодаря нежной мякоти плода приобретет новые нотки. Благодаря обилию полезных веществ авокадо относят к суперфудам. Но это не значит, что плод можно употреблять в неограниченных количествах. Норма для взрослого человека составляет 60 граммов мякоти в сутки. Ну а мы, конечно же, учитывая все полезные качества этого продукта, с удовольствием вносим его в наш список самых, что ни на есть съедобных. Пришло время узнать, кто из наших телезрителей 25 января пойдет на концерт московского молодежного камерного хора «Март Аккорд». Как прекрасен этот мир. Мы просили вас составить слово из букв, которые вы видели на экране. У вас должен был получиться вариант «Вдохновение». Правильный ответ дали 7 человек. Их имена вы сейчас видите на своих экранах. Первые три претендента получат по паре билетов. Итак. Номер 2. И это Нина Назарова. Номер 2. Номер 6. И это Сергей Голованов. Номер 5. И это Тамара Никольская. Билеты можно будет забрать на вахте телерадиокомпании «Заречный». Ну а прямо сейчас в эфире нашей программы рубрика «Счетовод». Здравствуйте. Сегодня нам предстоит путешествие в Москву. В один из самых красивых особняков столицы. Кто его спроектировал, точно неизвестно. Никаких документов на этот счет не сохранилось. Исследователи предполагают, что сотворил это чудо Василий Баженов. А вот заказчика мы знаем точно. Не случайно архитектурный шедевр и сегодня называют «Дом Пашкова» или «Пашков дом». Был такой капитан-поручик лейб-гвардии Семеновского полка Петр Егорович Пашков. Происхождением своим козырять не мог. Ведь его отец был всего-навсего денщиком у Петра Первого. Правда, быстро поднялся и нажил капитал. Сын состояния отца после выхода в отставку приумножил. Да что там приумножил, он просто сказочно разбогател. Вот и решил построить собственный дворец. Купил участок земли напротив Московского Кремля на Ваганьковском холме. И работа закипела. К 1786 году дом был готов. Это было первое светское здание в Москве, из окон которого можно было смотреть на башни и постройки Кремля не снизу вверх. Дом с огромным садом и диковинными птицами сразу стал местной достопримечательностью. Вяземский писал о нем. На горе красивый и величавый, с бельведером, с садом на улицу, а в саду фонтаны, пруды, лебеди, павлины и заморские птицы. По праздникам играл в саду домашний оркестр. Как бывало не идешь мимо дома, так и прильнешь к железной решетке. Глазеешь и любуешься. И всегда решетка унизна детьми и простым народом. Правда, в 1812 году Чудо-дворец, как и другие здания Москвы, пострадал от пожаров. Но его восстановили под руководством Осипа Баве. Пашковы владели домом до 1839 года. Тогда его выкупила казна, чтобы устроить здесь дворянский институт при императоре Николая I. А в 1862 году в этом здании разместились Румянцевская библиотека и Румянцевский музей. Николай Петрович Румянцев был страстным собирателем. Его интересовали намизматика, этнография, минералогия, предметы искусства и книги. С 1863 года его коллекции мог посмотреть любой желающий. А император Александр II даже подарил музею знаменитую картину Александра Иванова «Явление Христа народу». Специально для нее в доме оборудовали отдельный зал. Кроме того, по указу императора, экземпляр каждой изданной в России книги обязательно доставлялся в Румянцевскую библиотеку. В советское время ей суждено было стать знаменитой библиотекой имени Ленина, а в наши дни – Российской государственной библиотекой. Остальные коллекции Румянцева передали другим музеям в 1921 году. В доме Пашкова сначала хранились редкие рукописи. Во время Великой Отечественной войны здесь размещался читальный зал. А в 1988 году в здании начался ремонт, который продлился аж до 2007-го. Сейчас в правом флигеле расположен отдел рукописей, в левом – нотно-музыкальный отдел и отдел картографии. Но даже если подобное издание вас не интересует, будете на воздвиженке, не поленитесь, найдите дом Пашкова. Это и в самом деле настоящий дворец, и его стоит увидеть. Сегодня в нашем городе ожидается пасмурная погода, возможные осадки, атмосферное давление 729 мм ртутного столба, ветер западный 5-6 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха днем около 0, ночью 2-4 градуса мороза. Лови момент выгодных предложений в караване. Апельсины – 59,90. Горбуша – пласт холодного копчения – 349,90. Чай Липтон – черный, 100 пакетиков – 109,90. Цены указаны в рублях. Количество товара по акции ограничено. Акция действует с 21 по 23 января 2020 года. Лови момент в караване. Здравствуйте, наши дорогие юные зрители. Мы вам расскажем историю, которая произошла более 2000 лет назад. Вы все верите в чудеса? Ведь чудеса случаются среди нас каждый день. Нужно только внимательно прислушаться, присмотреться, очень-очень захотеть, и чудо произойдет. Субтитры создавал DimaTorzok Лови момент выгодных предложений. В караване. Колбаса докторская по-черкизовски. Черкизово – 500 граммов – 109,90. Гродка куриная. Куриное царство – 149,90. Шоколад Аленка. Молочный – 100 граммов – 39,90. Цены указаны в рублях. Количество товара по акции ограничено. Акция действует с 21 по 23 января 2020 года. Лови момент в караване. Мама, ищешь ли ты нас? Мама знает, что баба Яга превратила нас в клёны. Фёдор! Егорушка! Говори, где мои сына пья спрятаны. А иди ко мне в служанки. Как похвалю, так и скажу. Я без слова-то ласково не добьёшься. Я только себя и хвалю. Да совести у неё нет совсем. Дети мои, освободили мы вас. По сообщениям РИА Новости, эксперты составили рейтинг самых необычных вещей, изъятых у авиапассажиров. Так, в международном аэропорту Сан-Хосе у одного мужчины обнаружили три самурайских меча разной длины. На Аляске у туриста нашли сигнальные ракеты. В аэропорту Майами выкидной нож в виде пистолета. А пассажир в Орландо решил взять на борт подушку безопасности. Не раз сотрудники аэропортов изымали электропилу, машинку для пирсинга, пистолет и ошейниковую змею из семейства ужеобразных. И даже мешок лосиного помёта тоже пытались везти на борту самолёта. Какие ещё необычные события происходят в мире, узнаем из вредовостей. Доброе утро, в эфире Вредовые Новости, и вот о чём я вам расскажу сегодня. Не похожие на тебя, не похожие на меня. Медведь-путешественник. Кофе сменил квалификацию. Теперь об этом более подробно. В округе Хэйвуд, Северная Каролина, появился на свет очень необычный щенок. Его шёрстка окрашена в ярко-жёлтый, можно сказать, лимонный цвет. Малыш вполне здоров и уже получил шутливую кличку Халк. Хозяйка, чья собака произвела на свет столь необычное существо, была поражена случившимся. Однако специалисты успокоили её, сказав, что рождение зелёных собак – это, конечно, редкость, но вовсе не мистика. Вероятно, будучи в утробе матери, Халк, бывший изначально белым, контактировал с желудочной жидкостью и именно таким образом получил зелёный окрас. Если мамаша будет тщательно вылизывать своих отпрысков, необычный цвет погляднеет, а вскоре и исчезнет окончательно. Но одну сверхспособность щенок всё-таки получил. Это потрясающий аппетит. Эми Ван Друнен на день рождения подарили большого плюшевого медведя. Жительница штата Миссури назвала нового приятеля Альфредом и, шутки ради, принялась повсюду таскать с собой. Медведь успел побывать на работе 26-летней женщины, много раз пообедать с ней в кафе и ресторанах. Так что, когда Эмми отправилась в Иорданию, то и Альфреда, конечно, прихватила с собой. Реакция туристов поразила женщину. Они фотографировали Альфреда, гладили плюшевого зверя и даже покатали на верблюде, лошади и осле. Конечно, сам медведь не смог поделиться впечатлениями от путешествия, но, скорее всего, остался очень доволен. ТВ-шоу! Порой в самых обыденных вещах можно найти необычное. Как это сделал житель Индианы? Он снял видеоролик со стаканчиком кофе в главной роли. Герой стоял на столе, высоту которого можно регулировать. Автор видео опускал стол, а темный напиток в стаканчике вибрировал, и это выглядело удивительно. Все мы знаем, что кофе нужен для того, чтобы взбодриться, но этот напиток имеет обратный эффект. Достаточно лишь понаблюдать за ним какое-то время. И это все бредовости на сегодня. Следующую подборку ждите уже завтра, а прямо сейчас в эфире нашего канала Короскоп. Овен. Прислушитесь к желаниям своего организма. Накормите его, если он голоден, и дайте передохнуть, если он устал. Он же не двужильный, может и сломаться. Телец. У вас есть какое-то незавершенное дело? Доведите его до конца сегодня. Впрочем, если это занятие вам очень нравится, можете растянуть удовольствие. Близнецы. Этот день должен быть чрезвычайно удачным. Нужно лишь не упустить момент. В зародыше душите мысли типа «у меня не получится» или «чудес не бывает». Все возможно. Рак. Займитесь физическим трудом. От умственной работы иногда надо и отдохнуть, а то мозги закипят. Лев. У вас будет возможность одобрить или отвергнуть довольно серьезное предложение. Трижды подумайте, прежде чем принять окончательное решение. Дева. Готовьтесь преодолеть нешуточное сопротивление. Судьба воздвигнет перед вами целую гору мелких препятствий. Так что силы вам потребуются. Весы. Сегодня вас всюду примут с распростертыми объятиями. Только не рассчитывайте на всеобщую поддержку. Ее-то как раз вы и не дождетесь. Скорпион. Берегитесь. Вами движут слепые эмоции. Так что вы запросто можете набедокурить. Проведите этот день в компании людей, которые способны вас остановить. Стрелец. Вы сказали уже достаточно. Если не хотите прослыть болтуном, срочно переходите к решительным действиям. Козерог. Переполняющие вас чувства, мысли и идеи так и рвутся наружу. Не сдерживайте их. А если вам не хватит слов, не волнуйтесь. Окружающие и так вас поймут. Водолей. При желании вы можете выступить в роли великого соблазнителя. И ведь добьетесь своего. Так что не тушуйтесь. Рыбы. Вы испытаете двойственные ощущения. Вас одновременно будет манить возможность расслабиться и толкать в бок чувства долга. Кто же победит? Заканчивается серия сюжетов, посвященных нашему любимому оркестру русских народных инструментов имени Светланы Васильевны Исаевой. Напомню, в 2019 году ему исполнилось 55. И Ксения Митюрникова встречалась со многими его участниками. Сегодня о родном коллективе расскажут Ирина и Михаил Мурашкины. Смотрим. Вы вдвоем играете в оркестре, вы семейная пара. Расскажите немножко об этом, что сложно в творчестве, что наоборот дается проще. Что сложно? Сложно вечером прийти из дома сюда. Очень сложно. Потому что после работы, после рабочего дня. Но из-за того, что нас двое, то есть если одному тяжело подняться и пойти, то вдвоем проще. Потому что один другого. Да, ну а здесь уже отдыхаешь, здесь становится легче. Да, главное выйти вдвоем, прийти сюда. А здесь все очень сразу становится легко. И весело, и шутки тут. И весело. Корректив очень хороший, поэтому... Да, бывают и споры, но такие творческие, конечно. Нам вдвоем нравится сюда ходить, потому что и вдвоем, и домой вместе идем, что-то обсудим, что мы сегодня играли, что нам понравилось, что нам не понравилось. Александр Зубков, встреча, исполняет оркестр. Отк extraordinaет оркестр. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ 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 От разговоров переходим к делу, потому что на очереди рубрика «Лайфхак». Впереди подборка советов, которые просто нельзя не попробовать. Как всегда, нам понадобятся самые обычные подручные материалы и старые ненужные вещи. Так что смотрим, запоминаем, воплощаем. И снова преображаем старые вещи. Например, из бумажных пакетов, а также журналов, газет и любой бумаги. Можно сплести вот такое кашпо для домашних растений. Осталась одна тарелка из набора. Добавим к ней несколько ножей, согнутых таким образом. Покрасим в оригинальный цвет. Эксклюзивная тарелка для фруктов готова. Из подставки для бумажных полотенец с помощью деревянных прищепок легко сделать подставку для украшений. Запоминайте и пробуйте! Кто такой фуди? Слово произошло от английского food – еда. Фуди – это человек, для которого еда не удовлетворение физических потребностей, а источник новых ощущений и почва для экспериментов. Термин появился в Америке в 1980 году. Сейчас есть даже приложение food со специальными фильтрами для обработки гастрономических снимков. Я понимаю, что возможности человеческого организма безграничны, но как герой нашего следующего видео так высоко прыгает, я все равно не понимаю. Вот смотрите сами. Впереди вот это да. Субтитры подогнал «Симон» Напоминаю, на календаре 22 января – среда. Ну что, вот теперь, когда наш выпуск посмотрели, положительные энергии подзарядились, можно начать порядок и красоту вокруг наводить. Кто дом будет убираться, кто пойдет украшать собой этот мир. Но это вы уж сами разбирайтесь. А я на этом с вами прощаюсь. До скорой встречи на телеканале «Заречный». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова